В современное время, как раз на данный момент, очень многие исследователи занимаются историей родного края, историей Улуса, историей отдельных личностей, историей семьи. Я изучаю на данный момент историю семьи и историю отдельных личностей по Сунтарскому Улусу. До этого у меня была тема якутская интеллигенция на примере семьи Афанасьевых. Я думаю, что сегодня очень многие студенты и наши исследователи-профессионалы занимаются аналогичными темами. И когда вы, например, окажетесь в Национальном архиве Республики Саха-Якутия, там огромное количество историков, и школьники, и их учителя, и просто краеведы, возможно, те люди, которые интересуются темами личности, истории, они вот сидят и думают, что неужели все занимаются как раз таки изучением якутской интеллигенции или там историю города Якутска или какого-то Улуса. Но на самом деле, да, в 2017 году все это началось, именно я сейчас говорю о издании книги, да, первая книга у нас была коллективной, она называлась «Напиши имя мое» и касалась метрических книг Величанской Николаевской церкви, то есть это Величанский наследник находится сейчас в Сунтарском Улусе, и тогда находилась в Сунтарском Улусе. И эта книга, которая, используя которую можно, не выходя из дома, создать свою родословную, да, то есть древо, мне кажется, в этом плане Величанцам и Нахаринцам, да, очень сильно повезло, потому что не надо ехать там за несколько километров в город Якутск, чтобы достать какие-то сведения о своих родственниках. А вот сейчас мы занимаемся, например, по шейнскому наследству, это тоже Сунтарский Улус, тоже метрические книги будут изданы, это тоже поможет людям создать свою родословную. Ну и в марте 2018 года была издана книга автором, которой являюсь я, ну скажем, составителем Маякунова Анна Альбертовна. Называется «Книга по следам Трофима Васильевича Павлова». И книга примечательна тем, что это сборник архивных документов, воспоминаний, статей, в котором говорится об одном из замечательных людей рубежа 19-20 века. И в этой книге впервые я попытаюсь вот объективно, да, не субъективно, объективно с помощью архивных документов посмотреть на его деятельность, на его судьбу, на судьбу его сыновей, которая была, конечно, очень сложной, потому что рубеж 19-20 века вообще сложный период. И Трофим Васильевич Павлов, или по-другому его еще называют, ну то есть фамилия Попов используется, он является одним из купцов, знаменитых купцов своего времени, купец второй гильдии, почетный народец Хачинского улуса. Хачинский улус – это сегодняшний Сунтарский улус. У него было девять детей от трех жен, если так в подробности, да, и четверо воспитанных детей. От первой жены у него родился сын Петр Трофимович Павлов, отец известного тоже деятеля своего времени, Андрея Петровича Павлова, который является, ну тогда стал большим человеком, и по имени этого человека, по имени человека, этого назвали первую школу Сунтарского наслега. И Петр Трофимович, он известен как командир белоповстанческого движения в Сунтарском улусе, то есть в Хачинском улусе тогда. И он боролся, ну скажем, не за свои интересы, да, известно, что его отца, купца второй гильдии, Трофим Васильевич Павлова, приехали Синеглазов, Петров, это, ну, говорят, красный террор, да, вот приехал, и его избили шампалами. 50 ударов, затем было еще 50 ударов, то есть 100 ударов, и Трофим Васильевич Павлов потерял сознание. Потом с охоты приехал вечером его сын, увидел, что отец находится в таком состоянии, разорился, естественно, собрав отряд, снабдив их винтовками, они поехали в Тайбахой, и вот как раз-таки стали сопротивляться комсомольцам, то есть красным. И это все продолжалось очень, ну, довольно-таки долго, это простиво состояние продолжалось. И потом уже договариваться через город Вилюйск приехал Трофимович, который писал ему, то есть Петру, чтобы он сложил оружие. Ну, в итоге оружие они сложили, и противостояние закончилось, но личной встречи Петра Трофимовича и Строда не состоялось. Но зато Красная, ну, то есть гражданская война таковой закончилась в Сунтарском Улусе и вообще на территории Якутии. Но Строд, хочется заметить, он сдержал слово, амнистировал Петра Трофимовича и отпустил его в Тайгу, чтобы он продолжил жить и, в общем, мирной жизнью, что и было сделано. Он уехал к себе, возможно, Балагосох, возможно, он в Кобалахе был, возможно, где-то еще выше по реке Вилюй стал, ну, уехал жить. А дальше второй сын, второй жены Трофимовича Павлова, это Михаил Попов. Он с 11 лет учился в Иркутске, стал очень большим человеком. Известно, что в 1905 году он попал под арест, то есть это такое вот выступление кружка РСДРП было, и их поймали, то есть полиция произвела обыски. Все это было сказано в документе, то есть я запрос делала в Иркутский архив, и в запросе, то есть в документах архивных было написано, что Михаила Попова поймали, и там было прямо отмечено, что у него было прозвище или кличка Шальной. Для меня это было, например, открытие, что человек, находясь в РСДРП, вел такую активную деятельность политическую. Но потом все это действительно превратилось для молодого человека не только, ну, скажем, ну, в такое вот самовыражение, да, там может быть политическое, может как-то он хотел выразить свои эмоции там и так далее. Он стал специально заниматься профессионально практически политикой. И в 1917 году якутской социал-демократической организации он был выдвинут одним из кандидатов в учредительное собрание, но, к сожалению, он не прошел, но он был меньшевиком. Тут уже приоритеты были, да, большевики, меньшевики. Он был меньшевиком. В 1920 году Михаил Попов работал здесь, в Якутске, тоже занимал довольно-таки большие посты. Потом он уже в конце, ну, середины 1920-х годов он уезжает в город Вилюйск и в 1930 году умирает в Вилюйске. Они работали, значит, вместе с женой Валентиной Германовной по происхождению, она была наполовину немкой. Они жили и работали в Вилюйске, и работали в училище, в педучилище, которое потом назвали в честь Чернышевского. Про последнего, ну, то есть от второй жены Георгия, сына Георгия Трофима Васильевича, было практически, ну, ничего было, то есть не было известно, но, опять-таки, я делала запросы бесконечно в ЧИТО, сделала в Иркутск, делала запросы, но однажды я нашла в интернете информацию, что его, как-то он был в Каларском, Усть-Карском районе, но, опять-таки, результатов не было. И в итоге я сделала запрос в управление Министерства внутренних дел по Забайкальскому краю, и там нашли документы про Георгия Трофимовича Павлова, который исчез еще в Иркутске. Говорили, что он якобы умер на территории между Китаем и Россией. Ну, вот, он, оказывается, жил в Каларском районе, он там даже занимал довольно-таки высокую должность, он был секретарем райисполкома, но его в 1938 году репрессировали, в 1939 году его освободили, человек, кажется, тоже был непростой совсем, и его восстановив в той же должности секретаря райисполкома, он работал до 1942 года. Ну, по крайней мере, в книге приказов он до 1942 года сидит. Дальше вот его судьба неизвестна. Ну, статья, кстати, про Георгия Трофимовича Павлова вышла в сентябре, в октябре, то есть это была серия, первая, вторая часть в их столице, наверное, многие читали. Вот, ну, таким образом я практически вернула, да, вот имя Георгия Павлова на родину, на малую родину и вообще в истории Якутии. Поэтому хочется сказать, что не только вот на примере семьи Трофимова Васильевича Павлова, да, есть, можно, ну, рассказать про восстановление или заполнение белых пятен в истории Якутии. Есть огромное количество, конечно, тем, которые ожидают своего времени. Ну, например, вот книга вышла, ну, небольшим тиражом сравнительно, да, 400 экземпляров. Сегодня осталось совсем мало. Думаю, что интересно очень многим краеведам и школьникам, учителям, и тем людям, которые просто занимаются историей своего края. Поэтому хотелось бы всем тем, которые интересуются историей, профессионалам, историкам, да, чтобы они не прекращали работать, чтобы они открывали новые архивные документы, чтобы они возвращали новые имена. И думаю, что в будущем будет написана монография уже мной про Афанасьевых, потому что у меня ожидает как раз-таки защита кандидатской диссертации про Усть-Алданскую династию Афанасьевых, которые являлись родственниками также Гульмнюра. И будут еще сделаны работы также про Павловых. Поэтому пожелала бы нашим студентам, чтобы они не останавливались на достигнутом, особенно историки, которые учатся у замечательных профессионалов, у которых я тоже училась. И хотела, чтобы входили в архив, потому что, занимаясь каждый день в архиве, я вижу, что даже у школьников сейчас появился очень большой интерес к архивным документам. Только работа в архиве даст, конечно, такие факты, события, которые невозможно опровергнуть потом в будущем. Это же не что-то субъективное мнение. Это архивные документы, которые невозможно практически потом опровергнуть. Это та именно опора, на которой позируется вся исследовательская деятельность. И не только историка вообще, всех исследователей, особенно гуманитариев. И сейчас, когда я начала как раз-таки выступление с того, что написали книгу «Напиши имя мое», планируется вторая часть этой книги, на которой я работаю и параллельно с другими темами. То есть во второй части будут семейные списки. Тоже довольно-таки объемная работа. Да.